МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканал АЛАУ Новости. В студии Елена Щегельская. Коротко о главном. В Кустанае подвели итоги регионального конкурса выставки «Лучший товар года», в котором приняло участие почти 30 предприятий. Татьяна Калюжина с подробностями. Иски в суд, отключение от услуг и изъятие имущества. Коммунальщики усиливают работу со злостными должниками. Подробнее о ней расскажет Ярослава Богатырева. Предпраздничное настроение и подготовка подарков для своих слушателей. Радио АЛАУ готовится к 20-му дню рождения. В Кустанае подвели итоги регионального этапа конкурса выставки «Лучший товар Казахстана». Этот конкурс уже стал традиционным, и в этом году в нем приняло участие 29 предприятий. Однако только 9 станут победителями и будут защищать свою марку уже в финале конкурса в Астане. О товарах и производителях материал Татьяны Калюжиной. У Батакана из Кужиного и Сарыкольского района небольшой бизнес, но важный, подчеркивает мужчина. Вместе с семьей он держит пасеку. Сегодня первый цветочный мед этого года он привез на выставку в Кустанай. Конечно, ну это же как по области же. Как бы узнают люди, будут приобретать, значит, мед. Всем будет здоровья, качественный мед. Не готовился, все спонтанно. Был на пасеке, позвонили, сказали и вот приехал. Конкурс-выставка «Лучший товар Казахстана» давно стал традиционным. В этом году в региональном этапе заявки на участие подали 29 местных производителей. Игорь Пирог из Кустанайского района тоже в их числе. Бизнесы у него необычны для нашего края. Они производят туалетную бумагу из макулатуры. Просто популяризация. И все. Ну, как стимул какой-то работать дальше. Просто гордость за нашу страну, за Кустанай. Народ больше узнает. То есть не каждый в магазине хочет попробовать продукт, даже ту же туалетную бумагу. И у нашего народа еще такой менталитет сложен, что если здесь Кустанай произведено, то значит не очень качественное. Но мы наоборот стараемся произведено более качественно и держать марку. Кумыс, напитки, одежда, комбикорма, торты, колбасы, украшения, макароны, сыры – это лишь часть товаров, представленных на выставке. Кстати, любой желающий смог не просто ознакомиться с выпускаемой в регионе продукцией, но и приобрести ее. Глава региона Архимед Мухаммедов также познакомился с каждым участником. Через такие выставки идет хорошая реклама, участвуйте в конкурсе, узнаете много нового. Например, вот в одном направлении посмотрел здесь, и вот по выпуску хлеба и получивших изделий, очень несколько участников. Они друг друга могут посмотреть, технологию могут посмотреть. Здесь что скрывать от друг друга, есть с чем поделиться. Есть в сфере сельскохозяйственных предприятий, которые тоже могут у друг друга посмотреть и поучиться. Поэтому это же общаетесь, учитесь, и самое главное, в итоге дает позитивные все результаты. Номинация «Лучшие продовольственные товары». В этом году региональный конкурс-выставка проводится по трем номинациям. Лучшие товары производственного назначения, лучшие товары для населения и лучшие продовольственные товары. Девять победителей по трем номинациям отправятся на республиканский конкурс, который пройдет в Астане. Виктор Ваташко и Татьяна Калюжная, РТН. К другим темам. Рейды, отключение от услуг, изъятие бытовой техники. Такой работы с должниками, говорят кустанайские коммунальщики, уже недостаточно. Именно поэтому к работе привлекают полицейских и судоисполнителей. Кроме этого, коммунальщики объединяются в борьбе со злостными должниками, чтобы появилась возможность хоть как-то компенсировать потери. Подробнее о новом механизме изъятия долгов расскажут мои коллеги. Это дом, который расположен по адресу улица Чехова, 169, известен многим коммунальщикам. И все потому, что владелица одной из квартир задолжала им внушительную сумму. В Кустанайсу, например, она должна оплатить более 400 тысяч тенге, а тепловикам и вовсе более 650. И таких злостных должников, говорят коммунальщики, в городе немало. Самый большой долг перед городской теплокомпанией. Сегодня сумма почти 516 миллионов тенге. Более 5000 потребителей теплоэнергии имеют просроченную задолженность. 755 – это абоненты, задолжавшие более 100 тысяч тенге. 66 потребителей имеют долг больше полумиллиона каждый. Чтобы вернуть долги, тепловики создали специальные группы, состоящие из контролеров, полицейских и судоисполнителей. Они посещают абонентов вечером. Конечно, есть определенные трудности. Это, конечно, с допуском квартиры. Потому что абонент, зная, что он задолжник, старается максимально уйти от этой оплаты и просто не пускает в нас дверь. Поэтому мы и попросили силовой структуры помочь и посодействовать нам в этом решении вопроса. А результаты есть в таких вот рядах? Результаты, конечно же, есть. Вот на вчерашнее число, на дату, с частным судимым исполнителем сразу нам поступило на кассу порядка 700 тысяч тенге. Ну, конечно, описываем имущество, пока берем в залог имущество. В Гурводоканале нашли решение, как отключать абонентов, не посещая их квартиры домов. В многоэтажках абонентов отключают от канализации, с крыши. Прямой доступ в квартиру не нужен. В частном секторе используют тяжелую технику, отключая дома напрямую от водопроводов. Перед реальной угрозой отключения от услуги многие абоненты сразу же находят деньги, чтобы оплатить долги. С начала этого года, 2018-го, нами уже проведено только 229 рейдов по благоустроенному и частному сектору, в ходе которых контролерами собрано уже 23 миллиона тенге. Потому что контролеры ходят на рейдах с кассовыми аппаратами, и чтобы, допустим, абонентов не отключить от услуги водоснабжения, они предпочитают произвести оплату. При этом, говорят, в Кустанай-СУ составлен список злостных неплательщиков, таких 142, и в общей сложности они должны предприятию более 16 миллионов тенге. Они также являются и должниками теплокомпании. Принято решение объединить усилия коммунальщиков. Начали проводить совместную работу с КТЭКом, объединяться по данным адресатам, передавать, забирать от судебных исполнителей, от всех судебных исполнителей, которые есть иски. То есть на этих абонентов подали в суд, мы порядка 3-4-5 исков имеются. Есть разные судебные исполнители, которые имеют на руках данные иски. Теперь мы что делаем? Мы объединяемся с КТЭКом, чтобы все эти иски передать одному судебному исполнителю. И в ближайшее время мы эту работу будем проводить и рассматривать возможность изъятия движимого и недвижимого имущества. То есть, если у одного судоисполнителя, пояснил Арман Жанусов, будут собраны все дела на одного должника на общую внушительную сумму, вероятность изъятия дорогостоящего имущества в разы увеличивается. Столь жесткая работа с должниками объясняется просто. Долги потребителей коммунальных услуг растут. По области абоненты задолжали всем коммунальным предприятиям 667 миллионов тенге. Прирост только за год 171 миллион тенге. Монорбек Касколов, Ярослава Богатырева, РТН. Робототехника становится популярной среди детей Кустанайской области. Современные кабинеты, оснащенные специальной техникой, стали открываться по всему региону. Благодаря меценатам конструировать роботов теперь учатся школьники и в Тарановском районе. Даже летом кабинет не пустует. Его посещают не только дети из райцентра. Приезжают также и из отдаленных поселков. Даниил с детства увлекается конструированием, но самих роботов видел только по телевизору. Когда парень узнал, что в их районе откроется кабинет цифровых технологий, четко решил, что будет заниматься именно этим, несмотря на то, что ему нужно ехать в райцентр из села Щербиновка. Нам это очень интересно, потому что мы дети из древней, возможности как-то познакомиться с такими технологиями у нас нет. Навыки могут пригодиться, потому что сейчас, видите, везде даже на производстве работает техника, которую нужно тоже программировать, обслуживать в этой сфере. Кабинет открыт в рамках реализации программы «Рухани Жангру» на средства местного предприятия. На все оборудование было потрачено почти 8,5 миллионов тенге. По словам мецената, дети Тарановского района также должны идти в ногу со временем, изучать все новое. По всей стране идет компания, которая способствует, развитию или внедрению новых технологий, робототехники, компьютеризации и так далее. И мы, в свою очередь, решили помочь Тарановке и нашим детям образовать этот кабинет, чтобы дети воспитывались в современных условиях. Кабинет оснащен компьютером, интерактивной панелью, есть 3D-принтер, 3D-сканер, оборудованием по робототехнике, набором для сборки и программирования «Умный дом», программным обеспечением и конструкторами по 3D-автомоделированию. Благодаря всему этому преподаватели робототехники постоянно придумывают занятия в игровой форме, то есть дети и учатся, и играют. Провели соревнования по футболу роботов. Назвали мы его «Робофутбол-2018». В данном мероприятии приняли участие 8 школ района. В дальнейшем мы планируем развивать киберспорт в нашем районе, а также изучать электротехнику, 3D-моделирование, программирование. В кабинет уже записали 60 человек. Все они разделены на возрастные группы. Сейчас во время летних каникул детей на занятия привозят из отдаленных сельских округов. От такого подарка дети в восторге. Ведь на занятиях в этом кабинете они получают не только знания, но и позитивные эмоции. Мы делали робота-паука. На нем есть ультразвуковой дальномер. Когда к нему подносишь руку, он останавливается. Потом мы его сами программировали. Артем Александрович нам все подробно объяснял, и показывал, чтобы она была понятна. Сборка роботов позволяет также лучше понять физику и математику. Более того, такие занятия увлекают детей в научно-исследовательскую и инженерно-технологическую среду. Елена Щегельская, Екатерина Комиссарова, присодействитель телекомпании «Акцент». Выставка «Картины говорят» открылась сегодня в картиной галереи Кустаная. Автор произведений Кокен Кусенов, преподаватель и художник-оформитель. Это его вторая персональная выставка, на которой он представил больше 30 картин, портреты и пейзажи. Кустанайскому художнику Кокену Кусенову в этом году исполняется 60 лет. Мужчина окончил художественно-графическое отделение Аркалыгского пединститута. После он долгие годы работал и преподавателем, и художником-оформителем. Но о творчестве не забывал. Писал картины для себя. Я себя не считаю таким-то особенным человеком. Что успел, то успел. Все нарисовал, то нарисовал. 60 лет поделиться с людьми по-разному. С натуры есть. Вот выдумал сам, вот с моей памяти какие-то работы есть. Для вас важно сейчас призвание, знание? Нет, нет, не особо. Я уже, мне на пенсии пора, за мне 60 лет. Просто вот семья, дети, внуки, как бы пообщаться вот так вот, друзьями. Это его вторая персональная выставка. Первая прошла в Кустанай в 1998 году. Кокен Кусинов – человек немногословный. По словам работников картинной галереи, художник избегает разговоров, поскольку считает, что передать в линиях, в тонах, полутонах, на холсте все, о чем хотелось бы рассказать, у него получается гораздо выразительней. И эта степь, она его вдохновила, потому что не случайно здесь есть и такие работы, которые так и называются. По дороге в Наурзум, от Басарской окрестности, и очень много других. Среди них очень часто встречаются пасущиеся, тихо, медно, кони, коровы. То есть, очень такая, знаете, умиротворенная природа представлена в картинах художника. Не случайно работу, свою выставку он назвал «Картины говорят». На выставке представлены больше 30 его работ. Это портреты из серии «Эректоры Кустанайского университета», этюды и тематические картины-пейзажи, раскрывающие красоту и очарование родного края. Выставка «Картины говорят» будет работать в течение месяца. Виктор Ваташко, Татьяна Калюжина, РТН. Упаковка подарков, предпраздничное настроение и работа в ритме нон-стоп. Радио Аллау готовится к празднованию своего 20-го дня рождения. Мы уже рассказывали о тех, кто стоял у истоков радиостанции. А сегодня материал о диджеях, которые делают радиоэфир незабываемым сегодня. Свое утро с нашими диджеями начала Ярослава Богатырева. 9 часов 31 минута, друзья, не спать. Время гороскопа прямо сейчас в эфире с Позаранцем. Радио Аллау на волне 100 и 7 эфире вещает круглосуточно. Сегодня в кадре течи голоса знакомы многим жителям Кустанайской области. Максим Лукьянов и Лировольская. А также их утреннее шоу с Позаранцем. Сегодня опытные диджеи рассказывают, как они пришли на радио, почему на это решились и почему именно их отобрали на кастинге. Максим Лукьянов, отвечая на эти вопросы, в датах и числах путается. А вот на последний вопрос отвечает четко. Потому что я был самый альтернативно одаренный из всех. Я ни на что был негоден, кроме как сюда, поэтому меня взяли. Лировольская пришла на радио 11 лет назад, в 2007 году. Честно признается, привело ее сюда расставание с молодым человеком, которым она испытывала сильные чувства. Чтобы их побороть, искала эмоциональную встряску и получила ее на кастинге радиоведущих. С тех пор Лировольская ежедневно на одной волне с радиослушателями. Когда я пришла, я думала, что это будет просто как вариант такое времяпрепровождение, а потом я поняла, что мне это очень нравится и, наверное, мой огонь в глазах, который... У-у-у! Будь здоров! Будь здоров! Ты правда, знаешь, правда говорю. Что для тебя, Аллау? Это моя семья, это мой второй дом. Обстановка на радио действительно почти домашняя. В студии часто многолюдные и всегда веселые. Сегодня нашлось время и на обсуждение серьезных вопросов, юбилей на носу как-никак и на игры. Бывает, что вести эфиры нашим диджеям помогают и их детям, а иногда и сами дети потом выходят в эфир, как это получилось у Маргариты Шабановой. На радио она пришла в 1999 году. До сих пор ведет прямые эфиры и авторский проект «Под чемучки», соведущими в которой являются дети, в том числе и дочь Маргариты. И для меня, и для каждого, кто приходит сюда и будет приходить, и кто приходил, Аллау, это в первую очередь место для роста. Так что удачи. Кстати, в преддверии юбилея диджеи без отрыва от производства готовятся к самому главному событию, которое произойдет в эфире радио Аллау 31 июля. Никаких викторин и розыгрышей проводить не будут. В честь 20-летия слушатели радио смогут получить один из 20 подарков. Для этого нужно слушать эфир радио Аллау в течение дня. И как только ведущие дадут сигнал, быстрее звонить. Первый, дозвонившийся в студию, подарок и получит. Так что пора готовить поздравительную речь. Прекрасных вам выходных. Пусть они пролетят быстро. Запомнятся надолго. До понедельника. Пока. Дмитрий Гуренко, Ярослава Богатырева, РТН. Олимпийские эмоции и почти такая же экипировка. В Кустанайском районе стартовал второй этап спартакиады Тын-Целина-2018. В турнире приняли участие спортсмены со всего района. Вы являли сильнейшего в 13 видах спорта. О спортивных перипетиях и не только расскажет Андрей Деменок. Команду Затобольска можно назвать самой стильной на этой спартакиаде. Одежда спортсмена выполнена в цветах казахстанского флага. В похожих нарядах на открытии крупных турниров выходит национальная сборная страны. Ожидание соревнований у затобольских спортсменов также под стать олимпийцам. От спартакиады мы ожидаем только победы. Только побед и больше ничего. Потому что у нас, можно сказать, спортсмены, они выступают не только на областной, но и на республиканской арене. Также и дальше от наших спортсменов ждем только побед и больше ничего. Однако наверняка не согласны на меньшее в этот день представителей других команд. Перед тем, как попасть на районный турнир, спортсмены прошли отбор в сельских округах. Мы с Ульяновки, деревня у нас такая, мы спорт, я приехал на шахматы, уже проиграл, успел. Ну, я верю в нас, в нашу команду. Наши мальчики бегали, уже заняли по первым местам. В общей сложности помериться силами в районный центр съехались команды из 19 сельских округов. В 13 видах спорта сошлись более 400 спортсменов со всего района. Зональные состязания, отличная возможность для просмотра кандидатов в сборную района. Спортсмены готовятся, неплохо выступают, но в этом году соревнования будут проводиться в Исаковске. Города перед нами есть, но будем бороться. Как обычно в футболе говорят, покажут мяч, а на спартаке посмотрим. Будем соревноваться, соседаться. Третий финальный этаж спартакеады пройдет с 16 по 18 августа. Ожидается, что в нем примут участие без малого 2000 спортсменов. Дмитрий Гуренко, Андрей Деменок, РТН, Кустанайский район. Спорт – это здоровье, а когда спорт на свежем воздухе, это польза вдвойне, тем более, когда погода хорошая. В Кустанае пообещали синоптики, выходные пройдут без осадков, а вот по области погода немного испортится. В воскресенье синоптики ожидают смену погоды. С севера опускается циклон, пройдут дожди с грозами. В начале недели будет местами шквал, возможен град. Кустанай еще будет находиться во строге антициклона, осадков не ожидается. Температура в выходные в областном центре ночью будет плюс 15, плюс 17, днем 29, 31 градус. Кстати, приглашаем кустанайцев на спортивный праздник – турнир по грязевому волейболу, который организует телекомпания «Алау». Соревнования пройдут недалеко от водноспасательной станции. Приходите, будет весело. Моя часть выпуска на этом завершена. Я с вами прощаюсь. После рекламы не пропустите еще новости спорта. О них расскажет Давид Табылбаев. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова